Давайте сегодня разберемся со стратегией в NHL-22 и сделаем лучшую стратегию для онлайн игры и вообще игры с компьютером. Я тут перепробовал много стратегий, много проигрывал, потому что реально можно поставить такие стратегии, невозможно играть будет. У нас что тут надо опираться на какие базисы? У нас one-timer shot часто проходит, особенно в онлайн игре. Поэтому что мы делаем? Значит, есть сейчас просто объясню два вида стратегии. Командная стратегия и напротив каждой пятерки есть по нападению отдельно тройки и отдельно пара защитников мы будем выставлять стратегии. Видите, да? Объясню практически по каждому пункту, что где значит. Давайте начнем с командных стратегий. Так, что у нас будет в нападении? Есть один-два-два расстановка агрессивная. Игроки просто будут бежать и будут проваливаться. Есть два-три-один-четыре. Атака на слабой стороне. Есть такая один-два-два пассивная. Просто игроки будут позиционно держать оборону, не будут проваливаться, не будут ныроков такие на игроков. Знаете, когда ныряете на нападающего, провалились или оправон вас передернул. Поэтому это будет пассивная коробка с подстраховкой. Выбираем. Один-два-два пассив. Кого-то может на русском языке стоит. Так, здесь, значит, где будет на синей линии, на красной. Тут можно на красной выбрать или один-три-один в нейтральной зоне. Оставляем на синий 1-2-2-блю. Значит, ловушка или нападение. Ну, давайте мы вставим сюда. Трэп это капкан, условно говоря. Я здесь ставлю капкан, чтобы опять игроки не проваливались. Еще, тем более, в зоне нападения. Значит, давление консервативное, нейтральное, так сказать. Давление защитников, так сказать, на шайбу. Между шайбой и воротами. Самая лучшая защита, потому что и блокировка бросков. Между шайбой и воротами, вдумайтесь. Да будет игрок. Не будет провалов и будет на блокировку бросков идти. Общая стратегия защиты коллапсин ставим. Вы наверху справа видите описание между броском и воротами опять. Так. В меньшинстве пассив бокс ставим. Это, условно говоря, четырехугольник пассивный. Тоже не будет провалов, потому что в игре онлайн особенно можно провалиться будет. Держим зонную защиту, так сказать. В большинстве амбрелла зонтик, известная стратегия. Так. Здесь в большинстве игра держим в шайбу или проваливаемся, атакуем, держим удержание. Так. Здесь выходы, так сказать, контратака, выходы один на один. По сильной стороне атака. Стронг сайдсенд. Делайте. Если в большинстве провал, файл бэк, видите, вся пятерка бежит назад. Значит, что будет, если вы быстро в отрыв уходите? Вообще, по хоккей, в самом деле, в хоккей надо всем вместе бежать. Сразу говорю, чтобы пас прошел и так далее. Класс-суппорт делаем. Нападение 3 на 3, пассивное. Ну, понятно, это редко используется. Если нужно, перевести. Тут, видите, стандартный есть. Агрессивный и пассивный. Не будете проваливаться. Дальше по нападению. Значит, тут наверху тоже есть. По каждой пятерке можно выбрать... Значит, здесь выбирайте сюда behind the net. Значит, здесь... Что будет, если вы потеряете шайбу? Нападать или бежать? Кто-то ставит посередине. Ставьте здесь ноль. Подбирайте, в общем, шайбу. Значит, что будет делать искусственный интеллект? Бросать поворотом или ждать хорошего момента? Ставьте тоже посередину. Тут разница между тратой энергии и эффективностью. Я всегда ставлю 10. Английские, американские игроки и финские тут ставят больше эффективности. Ну, давайте восьмерочку поставим. Значит, то, чтобы блокировать или не блокировать... Блокировать или не блокировать пороски, всегда ставьте блок на 10. Здесь тоже самое можно сделать. Всегда блок главный на 10. Блок на 10. Четвертым звеном я не играю, но все равно. Так, значит, пара защитников. Что мы здесь можем сказать? Держать линию или проваливаться. Ставьте десятку. И тут бросать или кружиться вокруг шайбы, ожидать момента. Ставьте тоже ноль или будете все время защитниками проваливаться. Так, все, мы стратегию настроили. Пропробуйте, отпишитесь в комментариях, кому что-то не понравилось или как зашла вот эта стратегия. Но мне она очень заходит всегда к первому дивизионе игра, который вообще легко обыграл. Удачи всем, увидимся в следующей серии.